это проект неизведанная планета человека я автор ведущий владимир симонов вот мне представляется что сейчас надо говорить о том что все знают и никто абсолютно не знает ничего о том что знает пусть не покажется кому-то это масло масляно но тем не менее я хочу говорить о женщине но кто не знает женщину потому что мы рождаемся мы знаем маму потом у нас появляются сестры потом любимые потом жены потом дочки и вот на протяжении всей жизни у человека всегда рядом женщина и как ни странно если считать человека неизведанной планетой то в человеке человечестве самым неизведанным звеном элементом является женщина как так получилось мне уже приходилось говорить о том что вся вселенная это великая женщина женское начало торжествует во всем из женского начала рождаются галактики звезды планеты и естественно физическая женщина не исключение а также рождена из этой вселенской стиль женской и вот по мере эволюционного развития человека такие условия создавались чтобы ее как бы это двинуть на задний план чтобы никто не знал о ее вселенской стиль а наоборот чтобы она была приручена чтобы она была рядом тем не менее сказки конечно выносят на поверхность эту вселенскую силу женщины потому что баба яга женщина ведьмы самые-самые женщины все колдуньи женщины но это в той в том народном эпосе который как бы еще чего-то боялся сегодня конечно никто ничего не боится но тем не менее роль женщины в истории человеческой эволюции по-прежнему затуманена страстями мужскими потому что догнать перегнать победить ну ладно хорошо женщина приходи перегнать догнать победить на отдыхе ну ладно женщина развлеки догнать перегнать победить ну ладно женщина ложись в постель удивительно роль женщины в истории человечества будучи всем она самим эволюционным развитием в общем-то превалирована социальным потому что росте сознания как бы не принято было говорить раньше так вот она будучи всем тем не менее социального развития она отодвинута на задний план хорошо это или плохо да разве об этом речь как раз я мне очень нравится вольтеровское выражение смотришь назад снимать шляпу смотришь вперед закатывая рукава поэтому как было раньше ну наверное так нужно было потому что если бы человечество на этапе ну начальной стадии развития как бы узнал о том что женщина это все и все вершится по ее законам по ее велению то как бы мог мужчина состояться но рядом с мужчиной не состоявшимся не выжила бы и женщина земная но сегодня время другое сегодня после того когда мы прошли социализм после того когда мы выпили капитализм после того когда мы сейчас оказались в открытом пространстве и нам надо ориентироваться чтобы куда-то плыть и чтобы приплыть потому что можешь в общем-то и утонуть вот на этом этапе роль женщины возрастает необыкновенно сама женщина в общем-то сегодня привыкла быть вторичной она привыкла требовать от мужчины обеспечение она привыкла зависеть от мужчины будучи независимой такая тонкая игра которая в конечном конечном счете губительна и для женщины и для мужчины браки в общем-то сегодня трещат по швам по моему уже там в россии по моему 50 на 50 50 браков 50 разводов то есть все все отношения социально привычные для человека сегодня в общем-то разрушаются и время время принять каждому мужчине что его рост сознания а значит его адаптация к потокам энергии ответственным за трансформацию реальности зависит от женщины от женщины этой интуиции от ее глубины от ее любви в конце до концов ведь женщина принимая энергию напрямую без посредников она только и способна трансформировать эту энергию транслировать эту энергию для мужчины без этой энергии мужчина чахнет и умирает как там говорил чехов мужчины без женщин глупеют а женщины без мужчин чахнут вот я не я не уверен что он до конца понимал антон павлович до конца понимал все тонкости вот этих энергетических взаимоотношений но он как гениальный писатель попадал абсолютно точно потому что женщина и мужчина складываясь они получают совершенно другой спектр энергетический спектр реализации и женщина то владеет всем спектром сразу но она проявляться адаптироваться может только к тому спектру который поможет ей проявить мужчина в ее спектре сегодня очень важен духовный путь женщины обретением не техник здесь надо заметить один нюанс дело в том что все техники духовные техники которые наработаны до этого момента у человечества они все посвящены мужской мужскому прозрению женским началом то есть мужчина в духовном пути прозревает женщиной женщиной и других возможностей достичь духовных высот нет просто нет других путей и вот на этом на этом на этом пространстве очень важна роль женщин который может мужчина прозревать и здесь конечно же очень много трудности ибо женщина она привыкла использовать игру во вторичность эта игра такая она представляется вторичной а на самом деле она первична она все и вся и в этой игре в первую очередь конечно страдает женщина потому что если она не обретает комфорта себя если она не не принимает что любовь это главное эволюционное направление ее то в этом случае она очень быстро чахнет как женщина и становится полумужчиной полуженщиной и вот на этом этапе сегодня как никогда важно женщине обретать уверенность в самой себе и обретать обязанность на право быть женщиной ну а мужчинам в общем то время понимать и принимать что догнать перегнать победить это эволюционные провокации которые атовистические они прошлые сегодня одна единственная задача у мужчины прозревать женщины потому что здесь и перспектива эволюционного развития и новые технологии и в и необыкновенные возможности которые открываются перед человечеством на этом этапе мы счастливые люди что мы воочию можем наблюдать реализацию новых задач вселенной которые ставит перед человечеством существование и я этой программы хотел просто обратить ваше внимание хотя бы чтобы услышали хотя бы чтобы отметили хотя бы чтобы настроились бог это любовь и бог это женщина поэтому женщина и есть любовь когда иисус произносил свою фантастическую эволюционную фразу бог это любовь Он не мог сказать еще, что женщина – это Бог. Поэтому сегодня время, когда я могу это вам сказать, ну а вы уже как-то ищите в себе подтверждение этой уникальной истине, которая определяет сегодняшний день. Это был проект «Неизведанная планета человека», и я думаю, что я захочу еще говорить о женщине. Я захочу ответить на ваши вопросы, если они будут. Потому что сегодня нет более животрепещущей темы, кроме как роли женщины в эволюционном развитии человечества. Игры во вторичность женщины закончены. Сегодня счет 100-0 в пользу женщины. И Бог играет в ее команде. С ней бесполезно бороться, с ней бесполезно ругаться. Очень важно влюбляться в женщину. Женщине влюбляться в саму себя и искать в себе возможность коммертонироваться с той высшей женщиной, которая все, которая вселенная. Но мужчине искать в себе эти вибрации, которые ему может открыть женщина, которая рядом, любимая. Любите друг друга, остальное приложится. Все мы дети друг друга и любовью мы человеки. Это проект «Неизведанная планета человек». Подписывайтесь на канал, если нравится, если не нравится, не подписывайтесь. А если есть вопросы, спрашивайте, комментируйте. Нам есть о чем разговаривать. Время такое. Время разговаривать о женщине. Всего хорошего. С вами был Владимир Симонов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok